Сегодня первую скрипку в образовательном процессе играет учебное заведение. Именно они являются проводником знаний, и именно в школе ученик должен получить ту базу, которая поможет ему поступить в ВУЗ. Но сегодня в моде репетиторства дополнительный заработок, а значит преподаватель должен заплатить налог, иначе он попадет в разряд нарушителей налогового законодательства. Пунктом 1 статьи 295 Налогового кодекса Республики Беларусь определены виды деятельности, которые физические лица вправе осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Суплаты единого налога. Одним из таких видов деятельности является репетиторство. Физические лица, оказывающие данную услугу, признаются платильщикам единого налога и не вправе применять иной порядок налогообложения. Консультативные услуги по отдельным учебным предметам и дисциплинам также относятся к репетиторской деятельности. Согласно решению Брестского областного совета депутатов номер 317, репетиторство облагается налогом поставки в размере 175 тысяч рублей, установленной по городу Бресту. Таким образом, репетиторская деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя возможна в том случае, если это консультативные услуги по отдельным учебным дисциплинам, образовательным областям, темам, в том числе подготовки к централизованному тестированию. Для того, чтобы начать заниматься репетиторством, необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Продолжение следует...